Это дома номер 36, 38 и 40, находящиеся по улице Айтикиби. Как видно, и без того не самый чистый двор в скором времени рискует превратиться в настоящую помойку. На днях жители этой улицы заметили, как посреди двора появились доски и камни. Это будущий фундамент новой площадки для мусора. Так посмотрите вокруг, это же поломает все деревья. Мусорки часто поджигают, очень часто поджигают, потому что постоянно, смотрю, пожарка сюда едет. Мусор не убирается. Весь мусор будет по двору гулять. Его и так предостаточно, по-моему. Поломаются все деревья. Это же нужно, чтобы машина подъезжала, это же нужно раскатать здесь все. Я не знаю как. Если это кому-то удобно так сделать, мне кажется, это вообще ни в какие ворота. Это же мусор будет лететь и в тот дом, и в наш дом, и здесь, и здесь. Если трубу нам налаживать, не разрешают эти деревья убирать. А для мусорки, это же она закатает все, это же уберется все здесь. Все, 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 все. Нет бы здесь какую-то песочницу поставить детям, чтобы дети в тенечки играли. Нет. Надо вот такой. Крайне возмущенные жители не понимают, на каком основании здесь решили сделать новую площадку. Ведь буквально в нескольких метрах от этого места уже стоят мусорные контейнеры. К тому же, по их мнению, установка баков на этом месте повлечет за собой ряд проблем. Полная антисанитария в двух метрах от жилых домов и детской площадки. А если учесть тот факт, что мусор вывозят тут нерегулярно, то появление тараканов и крыс неизбежно. Здесь дети ходят, между домами у нас проход, здесь бегают дети. И что мы им предоставим? Вот вам площадка детская, а вот вам ходите по этому дерьму. Потому что это, я сто процентов уверена, это будет еще один рассадник кучи мусора. Мало того, что он строится, строится не по строительным, не по гигиеническим нормам. Здесь фундамент должен быть капитальный, здесь должны быть все награждения. Поставят бачки, эти бачки огроменная машина будет переворачивать. Вот эти деревья, естественно, все спилят, они будут просто мешать. Что это такое? Решение уборки мусора. Это не значит, что строят еще тысячу площадок для того, чтобы они были завалены. А организовать работу нормальную по вывозу мусора. Это последние два года у нас такой беспорядок. А до этого мусор худо-бедно, но вывозился. Мы понимаем, что город большой, что не успевают, что, может, техники не хватает. Но до такого у нас еще не доходило. Четыре дня, пять дней лежит мусор. Подрядчикам, которые отвечают здесь за своевременный вывоз мусора, числится ТО «Акжоу», которое и без того не славится без перебойной работы, несмотря на недовольство населения. В ЖКХ на замечания жителей не реагируют. И дать вразумительный ответ, по какой причине решили установить мусорные контейнеры посреди двора, тоже не могут. 15-го я обратилась. В Акимат, секретарь Гаухарния, очень миленькая девочка, направила в отдел. Отдел, замотдела по коммуникациям. Уандык Жак Салыкович Касымов. Отдел не отвечает. Это еще с советских времен практика. ЖКХ никогда не отвечает. Наконец-то взяла девочка Венера. Это потому, что я снова звоню в приемную, говорю, соедините меня напрямую. Девочка Венера записала чуть ли не мои паспортные данные, и сотовые, и домашние все. Я думаю, господи, неужели ответят? Размечтал. Нет. Не удалось добиться ответа и нашей съемочной группе. Сегодня коммунальщики отказались давать комментарии, сославшись на крайнюю занятость по причине приезда в город премьер-министра Оскара Мамина. Кристина Вейджа, Сулан Жубаев. Программа «Факт».